Инфекционное отделение города Нефтекамск рассчитано на 70 коек, но, как известно, вирус быстро распространяется, поэтому даже их может не хватить. Медики Краснокамского района отрабатывают самый плохой сценарий и предусмотрели перепрофилирование одного из подразделений Куяновской больницы. Для размещения возможных больных выбрали хирургический боль, и рассматривает 14 коек мест. С этой стороны будут больные проходить в отделение, там будет пост медсестры, где будет оформляться медицинская документация. У нас 14 палат, каждую палату будут госпитализировать по одному больному. С этой стороны собираются сделать выход, это шлюзы для обработки медперсонала. Там будем мы переодеваться в защитные костюмы, с той стороны же медперсонал будет заходить в это же отделение, и выход тоже будет оттуда же. Хирургическое отделение больше подходит по расположению, нежели другие. К тому же здесь есть реанимация, и к большинству палат подведен централизованный кислород. На базе учреждения есть два кислородных концентратора, и было два аппарата искусственной вентиляции легких. На днях материально-техническую базу укрепили еще двумя аппаратами ИВЛ. Они необходимы при дыхании на недостаточности у тяжело больных пациентов. При перепрофилировании нашего хирургического отделения у нас рассчитано 4 ИВЛ-аппарата для тяжело больных. Из них два были подарены предпринимателям Осенин Дарьей Анатольевной на днях. Средства индивидуальной защиты у нас обеспечены в полном объеме. Дозакуплены еще дополнительно многоразовые, одноразовые хирургические костюмы, противочумные костюмы тоже заказаны, респираторы дополнительно заказаны. Средств у нас в достаточном количестве, антисептики кожные, все у нас мы готовы. К счастью, на сегодняшний день на территории Краснокамского района больных новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. Под наблюдением врачей находятся 7 жителей, прибывших из-за границы. Тем не менее, перепрофилирование отделения продолжится.